Приветствую, на связи Елена Литвиненко. Разогреваем ручки. Ну мы же все знаем, что такое биоэнергетика, да? В принципе, на несознательном уровне мы этим пользуемся чуть ли не каждый день, да? Ошибли, ударились где-нибудь об мебель. Мы ладошкой и трем это место. То есть, по большому счету, нам нужна энергия в руках. Она была, эта энергия в руках. Нам нужно хорошенечко руки потереть до состояния сухого и горячего. Еще очень хорошо похлопать. Таким образом, знаете, да? С переменной пальцев. Замочек, замочек, замочек. То левый пальчик сверху, то правый пальчик сверху. Замочки и веерочки. Вот теперь точно ручки у нас разогретые. У нас в руках точно пульсируют. Попробуйте ручки вот на расстоянии примерно двух сантиметров друг от друга. Вот очень хорошо, если вот так, да, без пальцев. О, о, на расстоянии двух сантиметров чувствуется, что из одной ладошки в другую тепло, энергия, да? Чувствуете? Теперь попробуйте расширить потихоньку. Как будто бы у вас там воздушный шарик между пальцами, между ладошками зажат. Потихоньку, потихоньку, не теряя этого ощущения, вот потока тепла из одной руки в другую. Я для чего глаза закрываю? Чувствовать, обострить, как бы ощущение в ладонях. И потихоньку, потихоньку нам надо бы расширить на ширину плеч. Это наше биополе. Если мы расширили хотя бы вот до такого состояния и чувствуем пульсацию, то это руки наши уже подготовленные. Мячими ручечками. Мы, естественно, что какие органы, да, где у нас звукоизвлечение, вот, сверху вниз, а потом еще хорошо вот такое вот движение, ну, как бы, как спиральки такие, и сюда, и здесь. И просто положить правую ручку, левую ручку, и сосредоточиться на пульсации. Еще очень хорошо, но сейчас нам неудобно, в общем-то, как-то вот немножечко шейно-воротниковую зону вот тут еще потереть, и немножечко даже пощипать. Вот шейно-воротниковую зону нам надо, как бы, всю активировать. Вот эти наши движения и в итоге все равно поглаживание, да. И последнее движение. Если в течение ваших упражнений вы почувствовали напряжение в этой зоне, то сделайте эти упражнения. А не подходит занятие, да. Как только почувствовали, бывает раз, когда что-то делаем, стараемся, задираем вверх подбородок. И сразу же начинается вот тут напряжение. Именно в этом районе находятся наши голосовые связки, гортань, голосообразующие органы. Я часто говорю, опустите вниз подбородок. Во-первых, в таком положении сложно напрячь шейные мышцы. А во-вторых, я как бы рекомендую вот такой небольшой комплекс. Энергетический, скажем так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok